От Баспора до Каспия по таким названиям проходит первая автомобильная экспедиция, маршрут которой включает в себя путешествия, походы, экскурсии, природные среди с активными способами передвижения по равнинной и горным местностям. Вчера участники автопробега побывали в Карачево-Черкесии. О целях и значимости данной экспедиции расскажет Алихан Лепшоков. Автомобильная экспедиция от Баспора до Каспия приурочена к 175-летию Русского географического общества. За 22 дня участники должны преодолеть 3700 километров. Автоэкспедицию встретили представители власти республики на базе автосалона «Кавказ-Лада». От имени руководства региона их поприветствовал заместитель председателя парламента Карачево-Черкесии Дагир Смакуев. Актуальность вашего проекта не вызывает сомнений и отрадно, что в нем могут принимать участие люди с ограниченными возможностями. Данный проект может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны нашей республики. Желаем вам успехов в поставленных добрых задачах. Всех вам благ, здоровья, благополучия. Основная цель экспедиции – это развитие туризма. В автопробеге принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Автомобиль участников из серии «Лада», который специально переоборудован для таких поездок. Руководитель экспедиции от Баспора до Каспия Петр Грузия подробно рассказал всем о том, какие территории уже проехали участники проекта, и с какими прекрасными местами познакомились. Это многозадачный маршрут, одна из задач, которого является построение организованного туристского автомобильного маршрута. Первый этап от Краснодара до Владикавказа, второй – от Владикавказа до Астрахани. Организованный туристский маршрут подразумевает то, что турист приезжает либо на своем автомобиле, либо на паровозе, самолете, как угодно, либо берет в аренду автодом, либо берет в аренду экскурсионный какой-то автомобильный автомобиль. Собравшиеся поближе познакомились со специальными моделями автомобилей серии «Лада». Каждая автомашина подготовлена для долгих путешествий. Техника подходит и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот в таком автодоме «Гранта» можно не только путешествовать, но и жить. Здесь есть все условия для всех участников данного проекта. В автомобиле «Лада Гранта» есть холодильник, газовая плита и даже душевая кабинка. Такие комфортные условия в автотранспорте позволяют участникам экспедиции преодолевать огромные расстояния, совмещая уютный отдых и путешествия. Я очень рад о том, что я нахожусь в вашей республике. Это вот как автомобиль. Вот для меня он сказка. А для меня теперь вот то, что я нахожусь с такими людьми, то есть это тоже сказка. Просто так гостеприимно, так радушно, так просто великолепные люди. И природа у вас великолепна, и все. И машина даже себя ведет здесь по-другому. Даже лучше, быстрее едет. Открывать для себя что-то новое и исследовать прекрасные уголки нашей страны – основная цель нашего проекта отмечают участники. Самая автоэкспедиция завершится 16 августа во Владикавказе. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.